доброй ночи ребят знаете время настолько быстро идет что вот да сейчас уже очень поздно я собирался это сделать днем но то одно то другое и у меня это не получилось но сейчас я уже все сделал я управился всех покормил почистил загончики и сейчас вот как раз знаете пока цыплятам давал дождался дождался то что поросята начали визжать а значит пора пора кушать пора пора всем деткам поесть и это у трех свиноматок последнее кормление как будто только только вчера был новый год и у нас ну как бы у меня прошли опоросы и вот уже я буду сейчас этих поросят отлучать вот этот загончик я уже сюда ничего не подстилал потому что сейчас этот загончик останется пустой свинка уйдет в загончик булочки а поросят я сейчас перекину вот сюда это тоже уйдет вместе с хаврони ну нытья с хаврони будут в одном загончике там где булочка булочку сейчас выгоним булочку выгоним сейчас в ну как бы до пупырки а в этот загончик перекинул всех поросяточек здесь будет 20 поросят здесь 6 здесь 5 и там 9 в общей сложности 20 штук завтра поросятам месяц было вчера завтра будем будет праздничная кастрация в честь отлучки на самом деле мне нужно покастрировать поросят ну там заказано два но я покастрирую больше потому что ну какая разница и пусть сидят кормушки я им сегодня не буду перекручивать я это сделаю завтра ну проснусь приду по перекручиваю по прикручиваю вот здесь потому что я их покормил посмотрите какая-то молодец поела прям все вылезала кормушку умничка покормил специально поросят вместе с мамками потому что думаю сейчас их отлучу и буду их отдельно кормить у них тут сейчас будут драки одно другое и они короче ну будут голодные а так вместе с мамками они поели поросяточек ну вот видите покормили и мамки и в общем красота знаете вот драки все равно сейчас будут булочка будет драться с пупыркой это нытья будет с хавроней драться но это все от одной свиноматки то есть это все поросята тут все прям родня родня получается что здесь есть свиноматки которые которые мамки и которые бабушки и есть вот эти свиноматки это их же дочки и а вот эти поросята их же внучки как бы тут сплошная родня но парась у свиней этого родства нету поэтому драки неизбежны но драка это так потолкаться что такие поросята могут сделать какие там драки знаете к моменту вот отлучки до последние несколько дней буквально там 35 дней и вот этот комбикор смотрите когда я с вами подсыпал до полный 4 килограммовый смотрите какие молодцы как скушали опять пустой опять пустой едят это прям хорошо поставлю им две таких же кормушки буду им сыпать кашку который варю в небольшом объеме этим свинкам начну вместе с кашкой хотя знаете им даже можно вот прям убрать кашу чтобы в имя перегорела чтобы не было ну как бы ну чтобы в имя не набиралось и не было застоя молока и не образовался там мастит или еще что-нибудь вот так но это будет уже завтра будем смотреть но сейчас что будем делать будем выгонять булочку начнем с нее да так прям быстро вот как будто как будто и не было этого месяца а месяца а месяца был тяжелый до булочка давай 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 красота моя выходи давай иди давай ой какая свинюшечка осталась можно бы можно бы было бы наоборот сейчас они чуть потолкаются а может и не будут толкаться но скорее всего потолкаются можно было ее перегнать туда но это покрупнее чуть-чуть и она в том загоне хозяйка и я побоялся что в том загоне драки будут посерьезней а тут как бы это для нее новый загончик но пупырка сама предстает да обратите внимание помните я вам говорил что когда будем отлучать что они плюс минус будут примерно одинаковые но вот так так что сейчас по идее у нее как бы аппетит чуть наладился у булочки и она может загулять буквально на третий пятый день вот после того как забрали поросят вот сегодня считаем не бейтесь где моя волшебная метла да конечно это толку от этой метлы но смотри пупырка сама задирается заметили не задирайся к ней она же тебя побьет не трогай ее давай не трогай но да вроде пупырка меньше но выглядит так помассивнее пузатенькая как бы у нее же аппетит немножко лучше чем у булочки такая толстая лащеная девка но я думаю что все будет хорошо тут и мне нравится знаете еще что что свинки как бы в одной комнате а поросята туда от свинок подальше чуть-чуть так что я думаю что это будет нормально все мамульчика ты следующая на выход давай давай сейчас тебя туда к деткам а их потом от тебя выгоню ты сейчас давай не все хотят уходить нет 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 вот так куда давай пошли туда тебя будут новые детки на одну минуту сейчас я открою все вроде мамка вроде с титьками но какая-то не такая да ты не выходишь давай стой стой знаете хотелось их выгнать вместе с вами но если я поставлю телефон то я попаду в кадр а еще не восемнадцатое число поэтому сейчас я их выгоню а потом мы с вами продолжим давай 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 идем идем давай вообще знаете хочу хочу булочку очень похвалить очень хочу ее похвалить она выкормила просто замечательных поросят вот на самом деле а это хочет их побить а это ж внуки твои дурында давай получается получается что булочка из молодых выкормила больше всех и они все прям хорошие и и здесь один не ее вот этот поросенок это поросенок вот этой свинки получается что от нытьи 7 поросят от булочки 8 вот этот самый нет вот этот по которого сама темная голова вот этот поросеночек такой с ровной полосой короче вот или этот или этот давай булка ну кышкашкашкашкашку пожалуйста 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 давай давай ставить с тобой о все есть соединяемся Давай, молодёжь, давай, заходим, 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 вот, давайте. Тут тоже могут быть немножечко стычки, но тут будет их меньше, потому что в загоне, в который загоняем, меньше поросят, чем мы сюда подсадим. Оп, есть. Сейчас, секунду. Кошка. 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 А вот эта сарделька, это тот, который появился самый последний, уже после того, как вышли последы. Кто помнит, было у нее 4 поросенка, я потом пришел и появился пятый. Вот так. Вот эту кормушечку тоже им. А нытье уже тужит по своим поросятам. От этого никуда не деться, но это продлится максимум 2 дня. У свиней нет материнского инстинкта, у них есть только, ну как сказать, а нет, наоборот, у них нет чувств, но у них есть вот эти инстинкты одни. И буквально через 2 дня она отвыкнет от поросят, и если ей пустить ее поросят, она их будет бить. То есть, чтобы вы понимали, как бы вот так. Все, целый загон. Давай. Это увалилось в колюжу. Не-не-не, не разворачивайся. Не разворачивайся. Туда, туда. О, все. О, боже. Вообще-то это твои старшие дочки. Балаган тут устроили. Все. Как все быстро прошло, да, друзья? Раз. И все. Может, даже и драться не будут, на самом деле. Ну, вот так. Это тоже не трогает булочку. То есть, пупырку. Но пупырка к ней пристает. Пупырка, возможно, выпросит. Булочка ей даст пару раз люлей, и пупырка успокоится. Все. Буквально несколько, несколько дней эти свинки загуляют. Если у них все хорошо, как бы, ну, они аппетит уже плюс-минус появился, и должны загулять. И если они загуляют, то мы их будем пускать кабану. То есть, я не буду пропускать месяцы. Они хоть и кажутся худыми, но в них примерно сейчас килограмм по 60. Я вам говорил, что можно покрывать свинок с весом 45 килограмм, 50. То есть, сейчас они во второй аппарос пойдут с весом где-то 60 килограмм. Пока будут супоросны, наберут еще 40, а то и 50, и будут 110. Как бы, будут в аппаросе прям хорошие. Так что, и еще что хочу добавить. Худые свинки легче гуляют. Вот когда свинка зажиреет, ее очень сложно покрыть. Поэтому я вам всегда говорю, что молодую свинку хорошо покрыть, а когда ей больше года, ее уже сложно. Все зажирело, и она не покрывается. Ну, вот так. Надеюсь, надеюсь, что заяц, ой, заяц, не заяц, горох достанет. Прямо надеюсь. Но посмотрим. Свадьба не за горами. Буквально недавно были поросята, потом были супоросные, потом были кормящие. А теперь холостые свиноматки, которые ждут покрытия. Ну, а эти запахи новые услышали, кидаются на своих деток. А ну, не кидайся. Ну, это сейчас 5 минут, и все пройдет. Боятся, боятся, защищают малышню, да? Ляк-ляк, кидается на своих же. А может, знаете, отгоняет, чтобы, типа, прячьтесь. Тут какой-то балаган, да? Ну, вот так. Все. Теперь в этом помещении, в этой комнате 6 свиней. Окно, наверное, оставлю, как бы, с этой стороны одно, чтобы это, чтобы тут было свежо. Да? Девки. Ну, вот такие вот дела. Опачки. Получается, здесь поросятам этой свинки, хавроньи, они первого появились сегодня месяц и неделя. Вот это тот срок, когда я люблю отлучать поросят. А видите, они насколько крупнее, хорошенькие прям, прям отменные. Ну, один помельче. Ну, что я могу с этим сделать? Мельче и мельче вырастет. Вот, они хорошо кушают. Там он корм в кормушке, они лезут. Сейчас досыплю полный. Ну, как бы, я его прятал туда. Да что ж так темно? Вот, я его прятал туда, чтобы свинка не наступала на кормушку и не разломала. Она пластиковая. Завтра с утра их выдвину вот сюда. Насыплю им. Ну, и все дела. Как-то так. А еще им всыпнув сюда сухого, оттуда сейчас водички налью, а туда насыпем корма. А еще теперь, когда манка с овсянкой и с лаврухой будут кормить форосят, эти будут тут орать, как бешеные, и просить, а свиноматки будут там стоять и орать им тоже в ответ. Ну, кажется, крик будет стоять несколько, несколько дней. Водички. Знаете, вон и сюда, чтобы была мокрая кашка, да? Оп. Все. А так? На самом деле, поросята сейчас и не разберутся, что произошло, пока не придет время кормления, да? Ну, вот так. Какие молодцы, идут все подряд. Ну, вот такие дела. А здесь нужно повыметать, повыгребать, побелить. Обязательно побелить, потому что сюда я пущу цыплят. Этим, получается, 27 дней. Буквально через 4-5 дней их тоже можно отлучать. Думаю, что, может, несколько продам. Ну, вот четверых там заберут. И вот как раз эти пойдут туда-назад в кучку. Ну, и будет там опять 20 штук. Опять 25 называется, да? Ну, и, как вы поняли с предыдущего ролика, мамку у этих цыпочек я забрал, чтобы там получилась семья уже без досадки в дальнейшем. Но потом, когда вот эти цыплятки, ну, не эти, а вот эти цыплятки вырастут, там всего 8 курочек, когда вот эти цыпки вырастут, то к тем двум петухам они этим цыплятам никто. То есть эти цыплята вылупились от тех петухов, которые у меня остались 3 штуки бесхозные. И вот тут будут курочки, их можно будет туда посадить. По идее, им уже к лету будет 5 месяцев. А это значит, что они уже к лету в этом году начнут нестись. То есть можно туда будет подсоединить пару, ну, не пару, а даже штучек 6, чтобы было по 7 курочек на петуха. А там будем смотреть по оплоду. Ну, вот так получится, что из своих же кур сформировал семью. И что еще хотел вам написать? Знаете, написал одном-двум людям по поводу яйца маранов. И они мне сказали, ну, я пишу, мне нужно 50 яиц. Они мне пишут, ой, столько у меня не будет, у меня 4 яйца в день несут. И еще мне прислали фотографию, а там одна светлое яйцо несет. Говорю, мне такое не подходит. Он говорит, а почему, типа, возьми, а еще у кого-то закажи. Я говорю, а если я не найду, чтобы мне в один день прям прислали и вы, и тот второй человек. А в двумя партиями вот эта марокко мне уже опять не нравится. Я не хочу по 3-5 цыплят выводить. Я хочу вывести большой выводок один раз. И чтобы у меня была одновозрастная семья. Но где мне найти 50 яиц от маранов? Пожалуйста, если вы знаете, напишите мне или под этим роликом, или было бы лучше сообщение в инстаграм, потому что там, как бы, оно точно нигде не потеряется. У кого можно спросить 50 яиц? Я сейчас ищу, но покупать буду в средине марта. Вот как бы, чтобы записаться сейчас, в очередь, чтобы я уже точно знал, что будет. Почему на средину марта? Потому что сейчас у меня будут выводиться перепелята, и я сразу после них опять закладу. И, ну, где-то до 15 марта у меня инкубатор освободится. И вот тогда бы я хотел заклазь в инкубатор 50 яиц марана и 50 яиц ухи илюя. Илюек мне насобирают, я нашел. Но, может, вы мне посоветуете какого-то проверенного продавца или еще, ну, кого-нибудь. Ну, я буду очень-очень вам благодарен. Ну, а так здесь все хорошо. Вот как раз вот эти цыплятки и вот эти пойдут на пол. Ну, в тот большой загон. И я думаю, что их можно и этих тоже сразу выпустить. Прям одновременно с теми с нижними. Они хоть и немножечко поменьше, но они уже тоже достаточно крупненькие. И там красную лампу я не буду выключать. То есть они будут по загону ходить. А если им холодно, они туда брысь под лампу. Ну и все. Ну, вот такие вот тут дела. Да? Ну, а эти перепелкам пофиг, что у них уже вторая мамка пропала. Ну, от них ушла, не пропала. А цыплятки, конечно, немножко поругались. Но уже подуспокоились. Вон, смотрите, без мамки кушают. Ничего с ними не случится. У них 30 градусов тепло. Так что все хорошо. Тот, который был немножко, он припоносил сухой, но чуточку поменьше. Вот этот понос, болячка, их немножко притормозила. Угу. Как-то так. Драка началась. Это тоже у поросяточек. Это тоже нормально. Хозяин загона, этот, он здесь был, напал на своего соседнего двоюродного брата. Нужно взять волшебную метлу. и это. У них зубы скусаны, поэтому драка ни к чему не приведет. Просто кто-то из них один устанет. И все. Ну вот так. Не приставай к маленькому. Не приставай к маленькому. И еще хочу сказать. Я на поросят цену поднимать не буду. Буду продавать по той же цене, по которой продавал в прошлом году. Потому что, ну, во-первых, поросята немножко болели. Во-вторых, они от молодых свинок и не сильно крупненькие. То есть, если сравнивать поросяток, которых я продавал от манки, то эти, конечно, не сравнить. Меньше намного. Намного меньше. Но все равно не могу сказать, что плохие. Получается, если кто-то будет приходить за поросят, я, как я работаю со поросятами, выбираю вот так самых-самых-самых больших. То есть, дни идут, они потихоньку растут, а я людям отдаю самых больших. Ну и в конце останутся... Гля, гля, гля. Глянь. Ах ты паразит такой. Ах ты паразит. Тебя заберут первого. Тебя уже заказали. Ну, вот такие вот дела. Все. Я надеюсь, что-то, знаете, ролик не длинный. Я надеюсь, что я все заснял и не разговаривал с выключенным телефоном. Потому что... Потому что я не знаю. Ладно. Все. Драка у больших мамки. И при том... Смотрите, кто бьется. Ах ты. Ах ты мелкая. Зараза. Ах ты бдюха мелкая. При том пупырка на нее нападает. Понимаете? Пупырочка. Метла волшебная. Успокоит кого хочешь. Вы тут хоть не дрались? Нет? Ну, знаете, это то, что я тут стою. Знаете, даже если немножко подерутся, то ничего с ними не случится. Ну, как-то так. Все, друзья. Я сейчас откручу кормушечку и буду идти домой. Ну, вот такие вот дела. Эти девки успокоились. Это стоит на этом. На стреме. Следит, чтобы никто в загончик не залез и ее деток не трогал. А это на них, на всех вытащилось. Здесь все хорошо. Все поросятки, ну, как было и вчера, то есть, все наладилось, все кушают. Я слежу, думаю, что должно быть все хорошо. Поросяткам уже 10 дней и получается, что уже даже если вдруг какой-то поросеночек останется без свиноматки, ну, вдруг, я не загадываю и не каркаю, я просто вам говорю, ну, а то сейчас уже напишите, а вот ты накаркал потом, типа, если и такое произойдет, то уже даже не нужно готовить вот эту смесь, по которой я выпаивал своих поросят. И уже в таком возрасте желудок большой, ну, относительно большой и уже не нужно вот это прям чистить с кормлением. Кто помнит, когда мы Семена с Адаркой выкармливали, то вот к 10 дням, ну, они там то препоносили, то еще слабенькие, к 2 неделям, да, я уже их начал приходить сюда например, 5 раз за день, то есть за сутки, не вот так каждые 2-3 часа, а 5 раз, например, через 4 часа, а то и через 5 часов, а ночка вообще была прям подлиннее, то есть можно, соска у меня стоит, молоко ходить брать, это так, знаете, это я вам рассказываю, если вдруг такой момент произойдет, соска с прошлого раза еще стоит, купленная, притом я брал две, одна прям новая, стоит запаковано, молоко взял, закипятил, можно кипятить, как бы, и сразу цельным молоком, но кипяченым выпаиваешь, 3-4 раза в день, и хватит, все будет хорошо, так что, ну, за поросяточек уже можно не переживать, да, пупырки хорошие, все, друзья, всем большое спасибо за просмотр, отсадил поросят с вами, наверное, это было первый раз, я не помню, чтобы у меня были такие ролики, а если были, то напишите, пожалуйста, я не помню, ну, и всем, пока-пока, пошли, отлупим, пупырка получишь, ага, пошли поросеночка маленького отлупим, один поросенок хавроньи, и второй бьется поросенок хавроньи, а вот поросята все этой булочке спрятались, вы что тут вообще сумасшедшие, маленькие, испугались, ну, все будет хорошо, все, друзья, всем пока-пока,